Сегодня сложно поверить, но меньше 10 лет назад гонболисты и гонболистки из Гомеля не поднимались выше 6 и 7 места турнирные таблицы в масштабах страны. Сегодня женская гонбольная команда лучшая в стране. Александр, как удалось возродить дружину и возродить мотивацию каждого из ее членов? Да, действительно были времена в нашем гонболе, когда наши гомельские команды редко поднимались в верхнюю часть турнирной таблицы. Здесь важно отметить, что тот итог, который мы сегодня имеем, ту команду, в каком виде она сегодня существует, это результат четко спланированной работы, многолетней работы на результат. Потому что были времена, когда мы заглядывали на пьедестал, мечтали о бронзе. В определенный момент мы этого добились. Потом начали ставить постепенно задачу, почему замахнуться на серебро. Ну и пришли в какой-то момент на те высоты, на которых находимся сегодня. За последние 4 года чемпионский кубок трижды имел прописку гомельскую. Плюс мы к этому прибавили 4 кубка Беларуси. Есть чем гордиться. Вообще, достаточно часто знаю, вы сегодня называете председателя горосполкома Петра Кириченко восьмым игроком команды. Расскажите, почему? А как иначе? Здесь нужно отметить сезон 2007-2008, когда Петр Алексеевич возглавил Гомельскую областную федерацию гонбола. И, наверное, этот момент стоит считать именно точкой восхождения к сегодняшним результатам. Человек, несмотря на то, что занят на основной работе, ведь должность председателя федерации областной – это сугубо общественная нагрузка. Человек находит время, глубоко погружается в кубные процессы, будь то финансовые или вопросы комплектования. Это действительно так мы считаем членом полноправным нашей большой гонбольной семьи. Более детально предлагаю поговорить о женской гонбольной дружине. Много ли легионеров в ее составе и чем сильна команда сейчас? В прошедшем сезоне в женской команде заявка насчитывала 20 человек. Из них всего лишь пятеро – это представители других стран. Две гонболистки у нас из Украины играют, трое – из России. Не так много? Да, действительно, четверть команды все составляет приезжие игроки, все остальные – наши белорусские. К слову, надо отметить, что на прошедшем сборе национальной команды были вызваны 9 гонболисток Гомеля плюс главный тренер. Поэтому это действительно солидный показатель. Вообще клуб сегодня – это не просто спорт и не просто работа. Возможно, от того результативность. Говорю сейчас я про особую атмосферу в коллективе. И то, что именно здесь сегодня создаются в том числе и семьи, самые настоящие. Да, действительно, такие случаи имеют место быть. Образуются у нас, скажем так, новые ячейки общества. В принципе, никто этому не препятствует. Иногда отношения выходят за рамки игровой площадки. Как правило, о таких ситуациях мы уже с тренером узнаем последнее. Это никак не мешает добиваться результатов или, наоборот, вдохновляет на победу? Ну, здесь все индивидуально, наверное. Кому-то мешает. Ну, с нашим тренером, в принципе, долго как-то в облаках летать не приходится. Он быстро возвращает в нужную колею. В вашей личной спортивной карьере достаточно много зарубежного опыта. Что еще из увиденного тогда хотелось бы перенести в нынешний Гомель? Очень надеюсь, что в один из дней, в структуре нашего клуба, у нас получится, скажем так, организовать клубную пирамиду полноценную, да, с молодежным составом, с группами подготовки молодых гонболистов. И тем самым мы сможем готовить полноценно, собственно, ручно кадры для основной команды без привлечения зарубежных игроков. Кирпичики в основании этой пирамиды, думаю, уже сегодня заложены. И, подводя черту в разговоре, снова о чемпионстве Гомеля. Наверняка вам знакома достаточно известная фраза баскетболиста Майкла Джордана. Каждый мечтает стать следующим Майклом Джорданом. Я же должен доказать, что я все еще сам Майкл Джордан. По-моему, неплохой мотиватор и для каждого из нас, и для золотой команды. Могу заверить, что в новом сезоне проблем с мотивацией и желанием у команды не будет. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить гомельских любителей спорта на наши домашние матчи, поддержать мужскую и женскую команду. Уверен, нас ждет захватывающий сезон. Успехов и спасибо за интервью.